Платон Лебедев В 2017-м через два года смог рассказать журналистам, что там было. Там практиковали пытки, причем как пытки. У нас же в России пытками не считается лишение сна или, например, отсутствие медицинского обслуживания или содержание вместе курящих и некурящих. Нет, а здесь были такие пытки, которые вообще считаются воспитательным воздействием. Когда заключенных обливали холодной водой на морозе, например, такое, знаете, пытка. В имени памяти генерала Карбышева. Там, конечно, главная пытка, собственно, климатические условия. Действительно, очень здоровая зима. И мошка и комары летом. При этом надо понимать, что мошка – это одно, а комары – это другое. Все это совместно, да, это выглядит прелестно. И ни при морозе зимой, ни при мошке или комарах, когда ты строишься, тебя строят на плацу, утром и вечером два раза в день, это построение может заниматься 30 минут и 40 минут, и час. Нельзя махать руками. Ну, можете себе представить, да, когда себя плепляет мошка, комары, или когда там минус 40, минус 45, минус 50, когда отмораживаю щеки только так. В общем, все эти построения, да еще и если с обливанием водой. Все это выглядит, конечно, ну и да, и, как сказал Иван Жданов, конечно, полярная ночь, кругом тундра. Это все очень тяжело климатически. Но помимо того, что очень тяжело климатически, действительно, я посмотрела, эта зона была до недавнего времени подключена к зоне телеком. То есть, теоретически, практически до вчерашнего дня можно было написать письмо Алексею Навальному. А сейчас, кажется, нет. Надо попробовать, работает ли сейчас зона телеком. Но, судя по тому, что происходит в колонии, зона телеком явно будет временно недоступна. Письмо образом написать, ну, собственно, многие из нас, я думаю, все, большинство из нас, писали письма бумажные заключенным и понимают, что, в общем, раз на раз не приходится. Но в любом случае, конечно, письма писать надо. То есть, сейчас остается способ именно бумажного письма, там, физически идти на почту, отправлять его, да, потому что все на письмо зона телеком помогали это сделать в электронном формате, ну, как бы-то отправить. Ну, я бы попробовала зона телеком, потому что колония была подключена. Вполне возможно, что, собственно, в честь приезда Навального отключили от зоны телеком, ну, может быть, после Нового года подключат. Довольно странно отключать зону и там 1050 заключенных, довольно странно отключать вообще всю зону из-за Навального. Ну, да, да, тысячи человек могут остаться без зоны телеком, в общем, да. Но если оно уже подключено, ну, может быть, стоит попробовать. Ну, я бы попробовала, ну, и, собственно, я попробовала. Я думаю, надо сделать и то, и другое. Ну, и, конечно, иметь в виду, что попасть в ХАРП – это очень непросто. Но и адвокаты попадали, и активисты попадали, доезжали до этих колоний. То есть это, конечно, край света. Это 60 километров за Полярный круг, то есть совсем за Полярный круг. Так, обратите внимание, меня всегда удивляло, что давным-давно в России снизилось число заключенных, особенно с войной. С войной вообще снизилось на треть. И зоны опустили, и зоны закрывают где угодно. Вот, но не за Полярным кругом, но не самые отдаленные зоны. Потому что есть люди, по-прежнему есть люди в России, для которых они существуют. Например, Алексей Навальный. Последнее, что хотела бы уточнить, Ольга, правильно я понимаю, что вот если в итоге, да, 20 дней мы не знали, где Навальный, его обнаружили в этой колонии. Это значит, он все это время был на этапе действительно, или нельзя сделать таких выводов, и мы пока не понимаем детали, где он все это время находился? Мы не понимаем. Платона Лебедева доставили в Харп за два дня. Алексей Навальный вот ехал 19 дней, и где он был все это время, ехал ли он по пересыльным тюрьмам, включая, например, Владимир, включая Москву, или его где-то держали, или с ним проводили следственные действия, или он правда ехал, этого мы пока не знаем. Субтитры создавал DimaTorzok